Чемпионка мира по пехтованию, спортсменка из Башкортостана, Адалина Загидулина, не так давно вернулась с этапа Кубка мира по пехтованию в Сен-Море. Там раперистка уступила первому номеру мирового рейтинга Ариане Ириго за вход в 4. А сегодня она одна из участниц Кубка России 2016. На самом деле состояние у меня сегодня не очень хорошее. Приходится себя побольше контролировать, потому что много ошибок. Видимо, или усталость сказывается, или что. Но стараюсь себя контролировать и надеюсь, что дальше именно качество пехтования будет улучшаться по ходу турнира. На групповом этапе Адалина потерпела только одно поражение. Затем с большим отрывом победила другую пехтовальщину из Башкирии Татьяну Голосееву 15-2. Но дойти до призов за Гидулиной, как и во Франции, не удалось. На следующем этапе она уступила Алине Подкулиной. Но зато повторилась другая история из Сен-Мора. На высшую ступень пьедестала поднялась Инна Дереглазова. Для курской раперистки победа на Кубке России в личном первенстве стала уже четвертой в карьере. Что, по-вашему, было самым сложным сегодня? Поединок с кем-то или, может быть, какие-то внутренние переживания были? Да, наверное, это мои внутренние переживания и мои внутренние эмоции, с которыми я, так сказать, не очень хорошо сегодня справилась. Ну, ничего. Кубок выиграла, значит, все в порядке. В финале Дереглазовой противостояла Марта Мартьянова. Юная раперистка из Татарстана неожиданно дошла до финала. Одолев на пути к нему многих опытных спортсменов, в числе которых была и Юлия Бирюкова. Полуфинал Бирюкова-Мартьянова проходил в упорной борьбе. Бирюкова была фаворитом встречи и, казалось, уверенно контролировала ход поединка. Но в итоге уступила татарской раперистке с отчетом 15-11. Да, конечно, чувство обиды и неисполненного долга присутствует. Это самое большое на сегодняшний день. Ну, такая вот обида небольшая. На себя причем. Я же могла, я чувствовала, но немножко не хватило действительно физически как-то настроя. Больше эмоционального настроя, потому что бой был равный. И в конце у меня просто какая-то апатия. Вот желание какое-то бороться. Вот момент исчезла. Но по силам и по мастерству я чувствую себя гораздо выше. Другой бронзовой призеркой стала Анастасия Иванова из Пашкортостана. Таким образом, сегодня был разыгран последний комплект личных наград Кубка России 2016. Впереди заключительный день и командные соревнования по фехтованию на рапере у мужчин и у женщин.